И вот его письмо. Почерк, конечно, вот просто как Петроглиф в пещере, наклон, непонятно все, ну не в этом же дело. Привет, Димбака, которую я так долго и тщательно скрывал, находится у женщины, которую я скрывал еще более тщательно. С ними обеими все хорошо, пусть лучшие люди на стримах так сильно переживают обо мне. Меня все-таки по беспределу запихали в тюрячку. Переживайте за Юрия Хованского, не переживайте о собаке, не пишите мне тоже про собаку и про женщину, все у него там скрывается и как бы скроется дальше. Но я чутка приуныл, есть такое, писем с поддержкой получаю все меньше и меньше. Ребята, ребята, ну почему вы пишете все меньше и меньше? Давайте, давайте, это вполне реально, вот даже я взял и написал, я ответ получил, представляете? А прогнозы вырисовываются все печальнее и печальнее. Поверил я в Бога православного, я в Него верил с детства, просто у меня к Нему со временем накопилось много вопросов. Типа, зачем патриарху яхта? И наши пути разошлись, с Богом. А тюрьма в каком-то роде дает ответы, вообще на все вопросы, но я ее все равно никому не советую. Не надо в тюрьму, говорит Юрий Хованский. В позитивных моментах в тюремном заключении нету, и искать их на воле занятие бессмысленное и немного оскорбительное по отношению к людям по эту сторону забора тоже не советую. Я-то добрый зэк, говорит Юрий Хованский. А другие могут и спросить, смайлик. Противные слова тут никто не употребляет. Все общаются очень культурно, почти без мата. Короче, людям с воли есть чему поучиться у здешнего контингента. Ситуацию удивительно красиво описывает излюбленная фраза Юлика и Антона из реакции на криминальную Россию. Они сами не понимают, насколько она точна. Звучит она так. Ты думаешь, это точно будешь не ты, но это будешь ты. Точка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова